Привет, друзья! Я вас рада видеть на своем канале. Начинаем гимнастику для яйца. Делаем скулы, скуловые мышцы тренируем. Это упражнение очень важно, очень хорошо прорабатывать наши скулы. Мы делаем узкий овал и сокращаем скуловые мышцы. Сначала научимся их чувствовать, а потом научимся их сокращать. Мы с овалом узким держим его и как будто бы пытаемся улыбнуться, но держа узкий овал. Делаем минуту, чтобы достичь хороший эффект, разбудить эту мышцу и дать ей поработать. Сокращаем, сокращаем. Теперь статически будем держать сокращение. Зажали и подержали. Подержали, максимально почувствовали, как работает эта мышца, расслабились. Теперь делаем упражнение для нижней трети лица. Раскрываем наш челюстной сустав, поддерживаем угол молодости, так называемый. То есть делаем, максимально раскрываем рот. Если будут какие-то щелчки, делайте аккуратно. Смотрите, чтобы это доставляло удовольствие, чтобы движение было приятным. Это как в йоге, должно быть все гармонично, все приятно и спокойно. Делаем такие раскрытия. Тоже это упражнение. Хорошо делать 30 секунд до 1 минуты. Опять же повторяюсь, важно регулярность. Теперь кладем руки на брови и начинаем зажимать, сокращать наши круговые мышцы, тренируя их. Важно делать хорошо, плавно, без резких движений, тренируя наши веки, напитываем их энергией и тренируем нашу круговую мышцу глаз. Это тоже хорошо делать в течение 1 минуты, 30 секунд. Важно включить эти комплексы занятий гимнастикой лица в вашу повседневную жизнь. Тогда будет хороший от них эффект. Вот, мы немножко позанимались. Теперь мы позанимаемся нижним веком. Ставим, фиксируем нижнее веко пальцами и начинаем зажмуриваться, сокращая при этом нижнее, как будто бы нижнее веко, как будто бы смотрим на что-то яркое. Можно это делать в течение дня тоже, тренировать такой вот прищур. Таким образом тонизируя нижнее веко, придавая ему вновь то, что ему необходимо из нашего организма. Вот, потренировали. Теперь мы кладем ладони на глаза, фиксируя область вокруг глаз и начинаем делать мигалки. Зажмуриваем максимально плотно, закрываем глаза и работаем над круговой мышцей глаза. Я заметила, что это упражнение делает глаза более выразительными, как будто бы мы отдохнули, поспали. И это очень полезно также для зрения. Если у вас не очень хорошее зрение, занимайтесь этими упражнениями, это тоже даст хороший эффект. И это снимает усталость, как легкий сон или как просто перезагрузка между вашей повседневной жизнью. Хорошее эмоциональное дает разгрузку, влияет хорошо на эмоции, настроение улучшается. Вот мы подделали. Теперь мы подделаем упражнение на верхнее веко. Фиксируем наши верхние ресницы и начинаем подкручивать, как будто бы пытаемся открыть, но наши пальцы не дают раскрыться веку. Это будет делать наше верхнее веко более глубоким. Я надеюсь, вы поняли, как это делается, как это упражнение исполняется. Вы должны подкручивать, пытаться подкрутить веко, но пальцы фиксируют его. Делаем тоже от 30 секунд до 1 минуты. Вот. Наше последнее упражнение. Это мы проглаживаем все наше лицо. Желаем себе красоты, молодости. До новых встреч. Пока.